МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Козласе состоялись настоящие автомобильные гонки. Обо всем подробнее прямо сейчас. Эфир продолжает время региона. С вами Евгений Гуров. Адмирал Нахимов вернется в состав военно-морского флота к 2021 году. Тяжелый атомный ракетный крейсер полностью отремонтируют к этому времени. Ремонт и модернизация крейсера ведутся на Северодвинском судостроительном предприятии Севмаш. Сейчас на корабле уже сформированы и установлены фундаменты под новое оборудование. Производится обновление систем жизнеобеспечения. Севмаш проводит работу в соответствии с государственным контрактом строго по графику. В результате модернизации крейсер будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал надводных сил ВМФ России. В частности, планируется оснащение адмирала Нахимова гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон». В Котласе активизировались мошенники. По квартирам горожан ходят неизвестные и, представляясь сотрудниками Горводоканала, предлагают купить дорогостоящие фильтры для воды. Почему не стоит доверять этим людям и что делать в такой ситуации в сюжете далее? Пришли три женщины, представились сотрудниками Горводоканала, стали проверять водопроводные краны. Так начала свой рассказ жительница одного из домов по улице Конституции Галина Шергина. Быстро осмотрев сантехнику, дамы стали убеждать пенсионерку, что согласно новому постановлению Горводоканала, ей нужно установить очистительные фильтры. И не бесплатно, а за 20 тысяч рублей. Со слов пенсионерки, женщины даже показали ей свои удостоверения. Правда, почему-то они были на шнурках, на запястьях. Пытаясь убедить пенсионерку приобрести фильтр, мошенницы то обещали скидки на коммунальные услуги, то рассказывали о якобы уголовных последствиях отказа. Лжесотрудницам Горводоканала почти удалось убедить пенсионерку оплатить установку фильтра. Для этого они даже позвали специалиста, который все это время ждал под дверью. Каково же было удивление Галины Андреевны, когда вошел тот самый мужчина, который уже приходил к ней ранее, и который, со слов визитер, находился под следствием. Заходит парень молодой, тот же самый, и говорит, ой, здравствуйте. А мы уже с вами виделись. Он подошел с чемоданчиком, чемоданчик в руки и к дверям пошел. После этого поспешили покинуть квартиру пенсионерки и сами аферистки. Галине Шергиной повезло, но ведь ее случай не единственный. А потому Горводоканал еще раз напоминает жителям Котласа, что сотрудники муниципального предприятия не ставят никаких фильтров. Никогда не берут денег на месте работ и перед визитами обязательно расклеивают объявления. Работниками Горводоканала такая работа на территории муниципального образования Котласа не проводится. Так что жителям Котласа впредь стоит быть повнимательнее к визитам незваных гостей и, наверное, стоит предупредить об этом всех своих родственников, особенно пожилых и одиноких. Две мины и девять снарядов были уничтожены спасателями у поселка река Ямца. Накануне взрывотехники Центра гражданской защиты Архангельской области провели работы по уничтожению боеприпасов времен гражданской войны и интервенции в лесу в Плесецком районе. Снаряды нашли местные жители. Позже специалисты при помощи оборудования нашли еще три артиллерийских снаряда калибра 76 мм и шесть снарядов от автоматической пушки Маклина и взрыватель от артиллерийского снаряда. Все находки подлежали уничтожению. Пролежавшие в земле почти сто лет снаряды проржавели, но сохранили свои поражающие качества и представляли опасность. Снаряды были уничтожены путем подрыва на месте. В Мирном на улице Космонавтов состоялась торжественная сдача в эксплуатацию нового дома. Его строительство велось в рамках реализации федеральной программы развития российских космодромов. Дом состоит из нескольких шести и девятиэтажных секций и вмещает 247 квартир. Первые новоселы уже получили ключи. Новый дом станет одним из самых населенных в городе. В Мирном не так много жилых зданий, вмещающих свыше двух сотен квартир. Кроме этого новостройка выделяется своей формой и разноэтажностью. Во дворе дома уже оборудована игровая площадка, которая наверняка не будет пустовать. Ведь практически в каждой из 247 семей новоселов подрастают дети. Сдача в эксплуатацию этого здания завершилась строительство служебного жилья в первой очереди. В 2018 году начнется следующий этап. Принято решение о продолжении строительства второй очереди нового микрорайона. И с нового года строители заходят и будут продолжать строить вот такие же прекрасные дома. Обеспечение жильем военнослужащих по всей стране – одно из приоритетных направлений деятельности Министерства обороны. В этом году запланировано выделить служебные жилые помещения 30 тысячам из них. Процент выполнения уже превысил отметку 70. В настоящее время жилье крышу над головой получили 23 тысячи офицеров, прапорщиков, контрактников. Это составляет 76% от того плана, который у нас есть. Впереди три месяца, я думаю, что план мы выполним. Символический ключ от строителей был передан генерал-майору Николаю Нестичуку. Поздравляя новоселов, он отметил, что на внимание, уделяемое руководством страны, космодром Плесецк ответит своей безупречной работой. Уверен, что все поставлены задачи перед космодромом, мы и впредь будем выполнять. Будущие жильцы дома пришли сюда целыми семьями. После торжественной церемонии счастливые обладатели ключей осмотрели свои квартиры. Для многих получение нового жилья стало по-настоящему важным и долгожданным событием. Мы очень долго ждали и счастливы неимоверно, даже счастливы только потому, что ее дали. Уже как-то все распланировали? Скорее намечтали пока планировать, потом будем. Сходили, посмотрели. Очень хорошие квартиры, просторные, светлые, теплые. У жильцов дома в ближайшем будущем появится еще один повод для радости. Как сообщил Александр Головко, в этом микрорайоне будет построен крытый ледовый каток, который был обещан министром обороны Сергеем Шойгу в один из его визитов на космодром. Сейчас прервемся на рекламу, не переключайтесь. Увидимся через несколько секунд. Впервые Седьмого и девятого декабря Только в Архангельске и Северодвинске Первый кинофестиваль стран Арктики Арктик Оупен Не пропустите настоящее кино В Ванежской, 16-й исправительной колонии, служебная собака обнаружила в передачке осужденным у запрещенный предмет. Сотрудники УФСИН изъяли наркотическое вещество в крупном размере. При досмотре посылки, поступившей из Санкт-Петербурга, в пакете с чаем было обнаружено вещество коричневого цвета в виде кусочков. Вещество направили на исследование. Экспертиза подтвердила, что изъятая гашиш массой почти 34 грамма. Злоумышленнику грозит вплоть до уголовной ответственности. Мир насекомых – это другая вселенная. Есть бабочки-вампиры, бабочки-каннибалы. В коллекции исследователя Виталия Спицына более 10 тысяч экземпляров. В этом году ученый-энтомолог Сафу сделал новое открытие. В 2015 году ученый Виталий Спицын выиграл престижный грант. На него отправился в экспедиции, где обнаружили новые необычные виды для фауны. Большинство его находок – ночные бабочки. Процесс поиска называется «ловля на свет». Также вот нектимера корисима тоже впервые была для мьянмы найдена. Вот это очень интересный вид. Ядовитая бабочка. У нее защитная реакция. Она выделяет яд. Видит такой мыльной пены желтого цвета и шипит, когда подлетает к свету. Этим летом сотрудник научно-образовательной лаборатории вернулся из экспедиции на новую землю, где в рамках гранта молодые ученые поморья исследовал фауну архипелага. Исследователь обнаружил новый вид шмелей – бомбус глициалис, что переводится с латыни как «шмель ледниковый». Внешне он отличается от других видов широкой оранжевой полоской на брюшке. Эта находка позволяет ученым по-новому взглянуть на фауну Генез арктического архипелага. До настоящего времени считалось, что от Англии и до Таймыра рефугиумов не было. И вся фауна вот этого огромного пространства была 22 тысячи лет назад уничтожена. И сейчас мы видим здесь только мигрантов, которые сюда пришли вот за какой-то крошенный промежуток времени порядка около 10 тысяч лет. Открытие ледникового шмеля на новой земле дает повод еще для одной гипотезы – о том, что в природном убежище вечной мерзлоты могли сохраниться и другие виды, ранее неизвестные человечеству. В Котласе на территории бывшей базы ракетчиков соревновались автомобили, которые не боятся ни воды, ни грязи, ни бездорожья. С репортажем с места событий. Нелли Филатова и Александр Потюков. На просторах северного юга внедорожные любительские соревнования – самые крупные на юге Архангельской области. Сегодня здесь, недалеко от поселка Саватия, стартует сразу 21 экипаж. География участников обширна. Помимо Котласа и Коряжмы – это Сыктывкар, Урдама, Архангельск, Вельск и не только. Мероприятие проходит седьмой раз подряд. Впереди у участников три сложнейших испытания. Жеребьевка определит время старта каждого экипажа. Азарт и предвкушение в глазах и бывалых автолюбителей, и новичков. Мы уже приезжаем сюда не первый раз уже, мы уже бывали, это у нас третий. В том году за волю и участие к победе мы отличились. А три года назад или четыре мы были в числе призеров на этом же автомобиле. Заняли второе место. Приехали с Урдамы, поселок у нас маленький. Сюда первый раз приехали. Вообще в соревнованиях в участии всего второй раз. Как бы нравится, да, тут хочется что-то экстремального такого, серьезного, мужицкого, пацанского. Все серьезно с самого начала. Первый спецучасток – преодоление неровностей на время. Хотя неровности – это мягко сказано. На такой трассе перевернуться – перспектива весьма реальная. И, как говорят сами участники, до конца дойдут не все. Ну или не целиком. Наш шрус тут выпал немножко. Сейчас вот поменяем и снова будем в пути. У ребят тут еще где-то… Вон, кардан сломался. Ну мы так легко оденемся. Мы сейчас сделаем быстро это все. Давай иску покатать. Следующий этап – испытание грязью. Чем больше месяц землю колеса проходимцев, тем сложнее становится трасса. А пройти ее нужно за наименьшее количество времени. И Волге позади меня это, кажется, уже не светит. Если на первом этапе можно было остаться без колес, то в болоте самое страшное – уйти под воду. Пару слов. Вода! Вода! В другом вода! Сесть на брюхо – значит сойти с трассы и потерять бонусные баллы, которые и зарабатываются на первых двух спецучастках. На автомобиль в таком случае не пеняют. Для того, чтобы преодолеть грязевые участки, больше нужна, наверное, голова, чем очень подготовленный автомобиль. Сам экстрим заключается больше… Это даже не больше экстремальные гонки. Да, это гонки на мастерство вождения. Вот. Мы не заставляем никого никуда спешить. Вот. Мы хотим, чтобы у нас все экипажи трассу проехали полностью. И они проехали. Уставшие, грязные, но невероятно довольные, водители набираются сил для последнего решающего рывка. Навигационный этап ребята закончат только к 6 утра. Он решит исход всех соревнований. Но пока впереди – километры бездорожья, ночь и надежда на себя, на товарища и на автомобиль. Задача участников – за наименьшее время проехать трассу в 40 километров, взяв при этом как можно больше точек. Здесь основа всего – умение пользоваться GPS-приемником, картой и компасом. В распоряжении экипажей лишь координаты. Чтобы результат засчитали, у каждой точки необходимо сфотографироваться. В итоге победители определились в трех категориях. Каждая обозначает подготовленность автомобиля. Два первых места остались в Котласе. Один кубок увез с собой экипаж из Сыктывкара. В центре Архангельска появится новый парк. Его эскиз представила администрация города. Благоустроить территорию бывшего Дворца пионеров. Сквер намерены очистить от строительного и бытового мусора, проложить пешеходные дорожки и установить скамейки. В планах также расширить тротуар вдоль Дворца пионеров. Работа сейчас по реставрации этой территории идет. Я думаю, что будет достаточно приятно здесь отдохнуть и находиться в происходящем месте, рядом музеи и много чего хорошего. Об эти выходные Архангельский парк аттракционов «Подешный двор» закрывает свой сезон. По случаю закрытия сезона организаторы готовят вечернюю музыкальную программу для молодежи и родителей с детьми. Синоптики прогнозируют хорошую погоду, так что не упустите возможность провести в парке еще один воскресный день. В Архангельске пройдет автограф-сессия с участием известных спортсменов. Встреча состоится 1 октября на набережной Северной Двины в районе Красной пристани. В автограф-сессии примут участие мастер спорта России по лыжным гонкам, призер чемпионата России всероссийских соревнований и чемпионатов Северо-Западного федерального округа Алексея Шемякина, мастер спорта России по лыжным гонкам, призер первенства России и чемпионатов Северо-Западного федерального округа, член сборной команды России Екатерина Ядовина, мастера спорта России по легкой атлетике Дмитрий Фалев, многократный чемпион России, обладатель Кубка мира по ринг-бенде Игорь Гапанович. Гости спортивного праздника смогут не только получить автографы своих спортивных кумиров, но и задать им вопросы и сделать фото на память. Мероприятие пройдет с 12 до 16 часов. На сегодня это все новости. Увидимся завтра в это же время на телеканале «Свой регион». Всего вам доброго.